Всем привет! Ногтям три недели. Будем делать коррекцию. Можно обратить внимание, что ногти не клюнули. Часто просят снять видео на не клюющих ногтях. Вот это тот случай, где не будет поднятия клюющего кончика. Снимаем старое покрытие толстенькой кукурузкой, керамика или твердосплав. Не важно. На 15 тысячах оборотов я снимаю покрытие и слегка, не сильно сужаю бока. Потому что у меня не будет такого огромного количества материала в кончике. За счет того, что я свободный край не поднимаю. Субтитры сделал DimaTorzok Следующий этап алмазной фрезой для маникюра. Мы приподнимаем кутикулу осторожненько, щечкой. Сначала в одну сторону, потом переключаем реверс и в другую сторону. И заодно шлифуем вот эти несколько миллиметров отросшей зоны. Заодно шлифуем боковые валики. И заодно шлифуем боковые валики. Кутикула приподнялась. Птереги зачистился под ней. Ноготь натуральный матовый. И следующее действие это праймер. Праймер у меня кислотный, коди. Я его наношу только на натуральный ноготь. В маленьком количестве. С кисти не должно капать. И никак не ускоряем процесс. Не дуем, не машем. Праймер должен впитаться, приподнять чешуйки ногтевой пластины и обеспечить сцепление с искусственным материалом. И как обычно нанесла каучуковую базу на отросшую часть только на натуральный ноготь. Нормальным выравнивающим слоем. И сделала отступ от кутикулы в миллиметр. Сушим 10 секунд. И начинаю моделировать. Так как ногти не клюнули. Я просто добавлю здесь где отросло и выровняю с общей площадью в один этап. Прозрачный моделирующий гель у меня дис, однофазник, сик, клет. Выставила капельку примерно в зону апекса. Толкаю нажимающими движениями стык в стык с базой. За пределы базы не выхожу. С натуральным ногтем не контактирую. Распределяю со всех сторон. И натягиваю. Мне не хватает немножко материала. Доложила. Натягиваю на кончик. Вот немножечко. Расширяю бока, которые я слегка сузила. Чтобы все-таки новый материал у меня в боках был. В профиль вытягиваю к кончику, делая его более ровным. И отправляю сушить. Общее время просушки 2 минуты. Готово. Если не получилось сразу построить с зоной апекса, то значит вторым этапом достраиваем ничего страшного. Липкость снимаю спиртом и салфетками. Самый безворсовый вариант. И приступаю к окончательному опилу. Фрезой здесь выравнивать нечего. Поэтому сразу пилочкой отодвигаю. Завожу пилочку за бочок. И придаю вид сверху. Параллель. Зашлифовываю. Один бочок закручиваю в трубочку. Сворачиваю ноготь в трубочку. За счет того, что опускаю бока. Кутикула. У нас здесь отступ. Ребро пилочки сюда отлично заезжает. И на нет запиливает переход. При отрастании он будет незаметен. Не ощущаем. И верхняя часть. Пилочка ровно лежит. Не под наклоном, а ровно. И шлифуем как трубочку. Сглаживая с боками. Здесь не будет толщины в торце. Потому что я кончик не поднимала. Он и так ровный. Здесь ногти не клюют от природы. Профиль проверим. После апекса должно быть ровно. Ничего не должно торчать. Очень изящный, плавный изгиб. Все это выглаживаем. Свободный край. Подравниваем. Не закрываем себе обзор. Четко должны видеть, что мы пилим. И нижние параллели. Низ должен быть параллелен верху. Кончик получается тоненький. Но все равно с обратной стороны нужно убрать натуральный ноготь. И где-то миллиметр старой толщины. За счет того, что я немножечко укоротила на миллиметр, все равно выехала толщина. Сначала делаю тоньше кончик. Дорабатываю кукурузкой, керамикой или твердосплав. Убираем натуральный ноготь обязательно. Он нам только вредит. Он крутит ногти и вниз, и в стороны. Продолжает бороться с искусственным материалом. Всегда есть риск того, что он отслоится от геля. Не нужен он нам. Переключаем реверс. И в другую сторону. Даже с эстетической точки зрения желтый ноготь с налетом это совершенно не красиво. Только, смотря на это, его стоит удалить. После фрезы я всегда прохожусь пилочкой по торцам. И остается разобраться с кутикулой. Еще раз приподнимаю кутикулу, срезаю ее и шлифую. Субтитры создавал DimaTorzok выполняем покрытие. Сначала наношу гель-лак на всю поверхность, кроме как кутикула и боковые валики. И помогаю себе тоненькой кисточкой. И помогаю себе тоненькой кисточкой. Натягиваю кутикулу и завожу под нее цвет. Работаю по одному пальцу, с двумя лампами, туда-сюда чередую. Сушим. Другим оттенком гель-лака Patrice 372. Подкрашу кончик. Таким изгибом. Гель-лакеш мы красим в два этапа. Сушим. Теперь первым цветом. Сушим. 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 Редактор субтитров Мальвега. и делаем лепку маномер у меня реформа пудры гармония поставила шарик кисти вытерла ждем когда он станет матовый на серединку нажимаем и в стороны распределяем где близко к кутикуле и неудобно можно обратной стороной кисточки остренькой следующий лепесток ставим на него же слегка внахлёст точно также ждем когда он станет матовым шарик на серединку отжимаем и в стороны разжимаем следующий в следующий лепесток Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok